Первая областная больница должна быть действительно первой и не только по степени оснащения передовым оборудованием и квалификации медицинского персонала, но и по уровню комфорта для пациентов, а также возможности организовать все необходимые процессы на самом современном уровне. Увы, старые стены стали явно тесными для выполнения двух последних условий, совершенно необходимых ведущей клиники регионального уровня. В эфире «Акценты дня» в студии Виталий Дерябин. Здравствуйте! 1966 год. В конце улицы Аксакова, что в центральной части Оренбурга, завершено строительство главного корпуса областной клинической больницы. Пятиэтажное здание из силикатного кирпича вмещает несколько отделений с палатами для пациентов и всю необходимую инфраструктуру. Медучреждение построено по всем медицинским нормам и канонам. Однако уже в начале 2000-х годов становится очевидно – первой облбольнице необходимо обновление. Несмотря на то, что она к тому моменту приросла многими новыми зданиями, дефицит площадей ощущается все отчетливее, особенно на первом этаже, где находится приемный покой. Но покой здесь только снится. Например, в минувший понедельник всего за полдня было принято и госпитализировано 170 больных. И все это в небольших помещениях, выходящих в один коридор. Через этот коридор круглосуточно следуют пациенты, персонал больницы, посетители, студенты. Не соблюдается ключевой принцип – это разделение потоков экстренных пациентов и плановых пациентов. Стены коридора не раздвинуть, они несущие. Да и вообще это не совсем та организация приема больных, которая нужна. Точнее, совсем не та. В идеале должен быть не коридор, а просторный зал, где с одной стороны принимаются плановые больные, а с другой привозят на скорые экстренных. И все это в непосредственной близости от операционных, реанимации, кабинетов УЗИ и компьютерных томографов. Такой порядок существует в современных клиниках, например, Республиканской больнице соседнего Татарстана. Чтобы добиться этого у нас, не обойтись без новостройки. Она будет размещаться во дворе главного корпуса. Там в прошлом году уже снесли аварийную двухэтажную постройку и тем самым освободили большую площадь. Пристрой к главному корпусу будет пятиэтажным. И там, во-первых, разместят правильно организованное приемное отделение, а во-вторых, все то, что сегодня разбросано по разным этажам разных корпусов и существует в недостаточном количестве. Таким образом, у нас все в одном корпусе будет сконцентрировано. Все необходимое для экстренного приема и в случае необходимости оперирования пациентов. Ну и, соответственно, в планном порядке. В общем, да здравствует современная медицинская логистика. А вместе с ней да здравствуют все будущие пациенты Первой областной. После постройки дополнительного корпуса и перевода туда всех подразделений в старом корпусе освободится много места. После капремонта в палатах останется по 3-4 человека. В каждой появится отдельный санузел, туалет и душевая. Рядом с главным корпусом поликлиника, которую также посещают сотни человек со всей области ежедневно. Ее здание построено уже в 80-е, но тоже порядком обвешало. Требует ремонта и переоснащения с тем, чтобы запустить там современные процессы, главная задача которых – удобство посетителей и качество медицинских услуг. Мы также планируем создать там все технологии современные, бережливые поликлиники, которые сейчас повсеместно внедряются на территории России. Когда начнется, как долго продлится и во сколько обойдется? Реконструкция Первой областной больницы будет проходить поэтапно, а общая стоимость работ – порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Причем деньги, которые на это пойдут, внебюджетные. Они будут выделены по программам социального партнерства, крупными промышленными предприятиями. Соответствующие договоренности губернатора с их руководителями уже имеются. Планируется 2018 год – начало строительства. Ремонт поликлиники тоже планируется на 2018 год. Но вообще это на 3-4 года проект полной модернизации больницы. В финале несколько цифр, характеризующих те процессы, которые идут в областном здравоохранении. За последние 7 лет в Оренбурге отремонтировано более 500 его объектов – больниц, поликлиник, санаториев, фельдшерско-акушерских пунктов. Суммарные затраты на это составили без малого 5 миллиардов рублей. Еще более 5 миллиардов потрачено на медицинские новостройки. Здравоохранение остается приоритетом региональной политики. Реализация проектов его дальнейшей модернизации продолжается. Это были акценты дня. Увидимся!